Его диагноз звучал как приговор. Митохондриальное заболевание мышечной и нервной систем предполагает слабоумие, неспособность к обучению, постепенное угасание мышечных функций организма, полный паралич. Доживают такие дети максимум до 11 лет. Но сегодня весь музыкальный мир знает украинского виртуоза-исполнителя Николая Мирошниченко. На международном конкурсе подросток выступал с государственным академическим эстрадно-симфоническим оркестром. Мальчик, который не может выучить таблицу умножения, которому прочили полный паралич, с листа играет сложнейшее музыкальное произведение. Кроме фортепиано, он освоил скрипку, виолончель, гитару, домру. Он родился с двусторонним инсультом. У матери во время рода восстановилось сердце, пришлось срочно делать кесарево сечение. У новорожденного было обширное кровоизлияние в оба полушария головного мозга. Его буквально воскресили. Потом начались осложнения. Эпилепсия, параличи, аномальное развитие внутренних органов. Затем диагностировали редкую генетическую патологию, митохондриальное заболевание. Это означает, что организму не хватает энергии для жизни. Источник энергии клеток – митохондрии, а в этом случае они вырабатывать энергию не могли. Прогноз в таких случаях один. Сначала ребенок ходит, потом ездит в коляске, затем просто лежит, и в конце концов наступает смерть. Лечение еще не придумали. У Николая усыхала левая сторона тела, начались судороги. Еще у него был неправильный кальциевый обмен. Малейшее неловкое движение могло привести к переломам. Из-за кровоизлияний у сына отсутствовали нейронные связи в коре головного мозга. И тогда отец разработал комплекс упражнений, который позволяет восстановить энергообмен. Еще со всем малышом Николай приседал по тысяче раз, при этом было важно, чтобы он не уставал. Методику пробовали на себе. Отец, Николай Георгиевич, делал по 10 тысяч приседаний. Его жена приседала тысячу раз за 5 минут, а еще поднимала гирю 2000 раз. Отец рассуждал так. Почему, например, арктический буревестник летит за 500 километров, ловит рыбу, затем возвращается, кормит птенцов и снова летит назад? Или белый медведь, который не знает техники плавания и ни у кого не учился плавать, но он способен плыть со скоростью 6 километров в час. Животные не потеют, не напрягаются, не устают. Люди наоборот. Считается, что после тренировок должна быть крепатура, но крепатура – это когда в организме вырабатывается молочная кислота, которая вымывает кальций, а без кальция разрушаются кости. Поэтому за основу методики были взяты упражнения, помогающие восстановить энерго- и лимфообмен. Ученые утверждают, что человек не способен делать больше 2,5 движений суставами в секунду, это невозможно. Шопен играл 13 нот в секунду, великий композитор Черни – 14 нот в секунду, а Николай играет 20 нот в секунду. Выходит, он самый техничный музыкант на планете. Вот что тренироваться без усталости и напряжения. При этом родители не ставили задачи научить его играть на пианино или скрипке. Его отец просто знал, что память не связана с размерами мозга. Память – это сумма умений. То, что мы умеем делать и помним. Навык – сумма физических действий. С возрастом память ухудшается, потому что ухудшается моторика, мы делаем меньше движений. Организму нужно постоянное движение. Чтобы развивать моторику, отец и решил обучать сына музыке. Ему тогда было 7 лет. Пальцы практически не двигались, подвижными оставались только указательные на обеих руках. Сначала он надевал сыну тугие рукавички без пальцев и и так учил его руки нажимать на клавиши. Для него это трудно. Если ты не можешь пальцем нажать, ты поднимаешь всю руку и нажимай рукой, а не пальцем. Сам разбирайся, ноты какие. Ничего там, что написано, не соблюдай. Не попал в ноту, не страшно. Со временем пальцы стали понемногу двигаться. Так с помощью движений в его мозгу образовались новые нейронные связи. В музыкальные школы, в которые они стучались, Коль убрать не хотели. Просто не знали, как заниматься с таким ребенком. В одной из школ отцу сказали, вам нужно учиться не здесь, а в Донецкой области. Он спросил, почему? На Донбассе, ответили они, есть шахты глубиной полтора километра. Там вас никто не услышит. Тогда отец сам взялся за разработку специальной методики. Для этого пришлось изучить труды всех великих педагогов. Макаренко, Сухомлинский в своих приемах опирались на доверие учеников. Педагог призван видеть в каждом ученике способности и превращать их в умения и желания. Ребенок должен сам хотеть научиться, а педагог обязан ему в этом помочь. Три главных условия – желание, повторение и умение. Но желание всегда главнее знания. Отец написал для сына этюды и сказал, играй все подряд. Просто барабань по клавишам, куда попадешь. И тот стал играть 50 этюдов по кругу. Играл день, второй, неделю. А потом закричал, папа, папа, у меня получилось. Сначала один этюд получился, потом другой. Так он стал играть по нотам, слышать их, узнавать. При этом у отца нет музыкального образования, он работал художником-оформителем. Нотную грамоту учили всей семьей. Вместе с женой нашли в интернете нотный стан, распечатали, посмотрели, как он выглядит, как выглядят клавиши фортепиано. Уже потом отец ходил по кабинетам Академии физкультуры, говорил, что придумал новую систему тренировок, по которой можно тренироваться, экономя энергию спортсмена. Результаты будут расти, а времени для восстановления не потребуется. Но его даже не захотели слушать. По его методике Николя занимается с сентября 2008 года. Сначала наш неспособный ребенок стал усидчивым. Мог сидеть за фортепиано более четырех часов, играть с листа и петь любые произведения. Через два года занятий музыкой появилась социальная адаптация. К умению музицировать привязались и остальные навыки. Семья мальчика живет очень скромно. До недавнего времени Николя играл дома на разбитом пианино чернигов по имени «Дрова», как называл свой инструмент подросток. Они с папой постоянно участвуют в музыкальных конкурсах. С трудом собирают деньги на вступительные взносы. Бывает, что выступать Николя приходится в дырявых ботинках. Но они с отцом словно не замечают житейских неприятностей. И вот еще что. Эта поразительная история, которая кажется возможна только для родных отца и сына, произошла с отчимом и его неродным ребенком. Главный герой женился на женщине, когда мальчику было четыре года. Многие мужчины ищут женщину, как они говорят, без прицепа, пренебрежительно, тем самым подразумевая не своих детей. А многие отцы не находят времени и на родных отпрысков. Кстати, не только сын, но и отец тоже человек непростой судьбы. Он родился в вагоне поезда по пути на этап. Его родителей расстреляли, как врагов народа. И сам он вырос в детском доме в Кисловодске. Николай и его папа и дальше занимаются музыкой. Подросток признается, что музыка его спасла. И теперь он выступает с концертами не только в Украине, но и за рубежом. Мальчик успешно сдал экзамены в высшее учебное заведение, Харьковское музыкальное училище. Причем, как победитель международного конкурса исполнителей, он мог не сдавать экзамены. Но сам решил это сделать. Диктант написал на 11 баллов, хотя ни дня не занимался в обычной школе. На фортепиано сыграл на 12 баллов, сольфеджио сдал на 11. Хотя этот предмет тоже не учил. Как один из лучших учащихся получал повышенную стипендию. Скрипки для сына отец тоже делает сам. Вот так сила отцовской любви наперекор судьбе сделала из инвалида талантливого музыканта. Каждому из нас стоит подумать над этой историей. Под прекрасную музыку, которую исполнит сейчас талантливый сын неутомимого отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok